В нашей республике от COVID-19 прививились более 20 тысяч человек. Вакцинация – самый надежный способ защитить себя и окружающих от болезней и осложнений. О том, что жители нашей республики осознанно подходят к прививочной кампании, говорит само число прививаемых в день, а это порядка 150 человек. Отделение по проведению вакцинации на базе Черкесской городской поликлиники посетила наш корреспондент Александра Коваленко. Задать доктору заготовленные с вечера вопросы – это главное, что необходимо сделать перед прививкой, считает Екатерина Пономарева, зачитывая их терапевту с листка. Утвердительное решение женщины пока еще граничит с волнением. А все потому, что мне уже 72 года, рассказывает она. Но после беседы с терапевтом волнение отступает. Для вакцинации нет ни единого противопоказания, отмечает врач. Я решилась на прививку потому, что сама, конечно, не болела ковидом, но много людей и молодых, и пожилых помирало. Поэтому я решила прийти и сделать прививку. Ежедневный контакт с учениками и утвердительное решение прививаться принимает учитель физики Адемур Хансонов, которому не так давно исполнилось 82 года. Заполнив согласие, пациента осматривает врач-терапевт. В ходе сбора анамнеза выясняется, что хронических заболеваний нет. Сатурация 96, артериальное давление и температура в норме. Доктор дает направление в процедурный кабинет. Многих слушал, но вот в последнее время по нашему телевидению выступал в радио. Довольно большое интервью у Даурова Бориса. И вот после слов, сказанных таким профессионалам, я решил, надо лучше проверить. После вакцинации каждый пациент находится под наблюдением врача в течение 30 минут. А в ходе беседы доктор рассказывает о возможных реакциях, которые могут возникнуть в первые дни после прививки, и о которых не стоит тревожиться. Это может быть небольшой подъем температуры. Першение в горле – общая слабость. Мы всегда оставляем свой контактный номер телефона. Вот вы видели, что мы оставили номер телефона, а мы всегда на связи. И мы консультируем таких пациентов. Люди идут с желанием, потому что все-таки наслышано, увидено. Нет, по-моему, ни одной семьи, которая не дотронул этот наш коронавирус. Есть здесь и противопоказания. Это беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, признаки ОРВИ, обострение хронических заболеваний, лучевая терапия. И если нет подобных противопоказаний, то в городской поликлинике Черкеска привиться от новой коронавирусной инфекции может любой желающий житель и гость Карачаева Черкесии. Для этого необходимо иметь желание, паспорт, СНИЛ и посетить 15-й кабинет. Также врач-терапевт высшей категории Гюзеля Айбазова рассказала, что маломобильным гражданам, желающим получить вакцину от COVID-19, необходимо сделать заявку участковому терапевту по телефону. Выезжаем, также соблюдая все холодовые цепочки, мы делаем на дому. Медсестра, врач также делает осмотр, соблюдает анкету, согласие, анкету. И мы по показаниям, как говорится, если нет противопоказаний, то на дому проводим вакцинацию. Вакцинация против COVID-19 проводится в два этапа с интервалом в 21 день. И на повторную прививку медицинские работники приглашают пациента, сообщив дату приема по телефону. Также врачи отмечают, что вакцина в наличии есть всегда. Процедурный кабинет работает без выходных и в праздничные дни с 8 часов утра до 6 вечера. Александра Коваленко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.